Эта встреча имела все шансы вовсе не состоятся. Товарищеский матч между женскими и молодежными футбольными сборными России и Турции был запланирован задолго до охлаждения отношений между двумя странами. Решение о приезде к команде Турции, конечно, далось Российскому футбольному союзу достаточно сложно с учетом сегодняшних таких вот политических вопросов, ситуаций. Как бы то ни было, спорт – это вне политики, потому что спорт, он не столько приносит экономику, но на этапе именно таких вот отношений между людьми, между народом, он укрепляет, как всегда, вот эти все человеческие отношения. Товарищеский матч проходит в рамках учета тренировочных сборов игроков двух женских национальных футбольных команд. В общей сложности на сборы в Сочи приехало 28 российских футболисток 17 и 19 лет, чуть младше сборная Турции, им от 16 до 18. Этот матч, хоть он и у нас первый на этом сборе, но он очень многое значит. Он показывает то, как наша команда провела эти первые тренировочные дни, как мы сможем играть дальше. Команда достаточно хорошая, девочки сыгранные, показывают очень достойный хороший футбол, скорость у них тоже неплохая, но мы лучше. Обе команды играли в полную силу, буквально с первых минут матча, и все же перевес оказался на стороне россиянок. Уже на 38-й минуте матча первый в игре гол забила Анна Шамаева из сборной России. Да вообще никаких проблем. Мы столько матчей с друг другом сыграли с Турцией, поэтому вообще никаких проблем. Мы чисто смотрим на футбольное суставное, футбольное суставное хорошее. Не так давно мы играли с этой командой на турнире в Болгарии на раунде развития. У нас сейчас две сборные, поэтому наша задача здесь посмотреть даже не сколько командную игру, сколько светских игроков. Турчанкам удалось размочить счет только во втором тайме, но вскоре они пропустили ответный гол сборной России. 2-1 итог игры. Мы очень рады приехать в Россию и сыграть с российской командой. Нас прекрасно встретили. Спасибо за это. Что касается игры, ваша команда очень сильная. Оказалось, чуть-чуть лучше нашей, но посмотрим, как будет дальше. К слову, это только первый из двух запланированных матчей среди женских сборных команд России и Турции. Вторая игра состоится 10 декабря.